Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Вечным. Друзья, у меня сегодня необычный ролик. Дело в том, что ко мне, можно сказать, впервые проезжает делегация или экскурсия, можно правильно сказать, людей, которые вообще не связаны с виноградом. Это они занимаются цветами, выращивают цветы. Это цветочная ферма под красивым названием Экофлора. Они находятся возле Минска, трасса М6, Гродно-Минск. И вот я их жду в гости. Они едут на экскурсию в наш город Лиду и попросились ко мне на участок посмотреть, попробовать ягоду, как можно в наших условиях на западе Беларуси вырастить вкусную, полезную, красивую ягоду. Встречаем! Виноград Вечный, есть канал. Я один ролик посмотрела после рекламы. Да, поэтому вас снимем для истории, что такие красивые женщины приехали с Экофлоры к нам в гости с проездом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И косточка только в верхней части, а там все остальное, как у нас говорят, виноградарные мяса. Субтитры Алексею Дубровскому! как наедимся сейчас винограда тебе полезно малиновый супер тоже ничего ничего он уже готов вы там вам не говорили что это плохо и так далее мы больше едим химию виноград который провозной потому что если вы обратили внимание виноград который лежит на рынке он лежит месяцами если я свой положу но максимум 5 дней и он сгнил потому что обработки не проводится они проводятся проводится своевременно правильными аппаратами и правильной концентрацией для того чтобы он не болел я делаю на сумчастке 4 обработки по когда уже первое появились побежики 3-4 листа но до пяти листов листов проходится провод про обработка делается потом перед сетением когда уже вот-вот за неделю я знаю когда начинается читать оба делается обработка и потом это уже 1 2 3 обработка делаться после цветения когда ягода с горох и 4 спустя 20-25 дней после 3 обработки вот это это нужно делать обязательно тогда вот будет красота и будет вкусняшка и мне вот это все не нужно то уже отработала я делаю секатором тут срез и это все убираю 1 лоза срез это все убираю не остается один 1 лоза 2 лоза 1 лозу на следующий год на весной я ложу место вот этой и опять с каждой почки пошло все растет и укрыть вот эти две лозы ну там еще две никакого труда нету укрытие виноград это самое легкое что есть на винограде самое легкое самое тяжелое это уберечь от возвратных замороз вот это а укрыть обрезать это легкое вы раз обрезали укрылись и в полгода спится спокойно да вот моя теплица она построена в этом можно сказать году накрыта 8 на 24 четыре с половиной коньки как высота в коньке там два рада молодняка посажены новинки уже и срезаны и мы пробовали ультра ультра ранние сорта получились и довольно неплохие ну не понравилось а здесь два рада это рад который был на улице и он попал в теплицу и сейчас мы там попробуем кое-что и но в основном будет вот это кадряночка готова сейчас я вам дам ее попробовать вкус парфюма я вижу что наталья ваша ягода да надо не толстокожий вкусненько вкусненько да валёк еще один сенатор вот это розовая будет она тоже с насыщенным мускатом чуть попозже сфинкс немножко ему осталось тоже уже набрать сахара он сам по себе кисло сладкий но этот сорт очень хорошо для диабетчиков у кого повышение сахара вот он даже характеристики его и так написано что у него сахара мало кислота чуть-чуть есть на кислота приятную это у меня бажена что я говорил вот она крупноплодная тоже еще чуть-чуть чуть-чуть не хватает и но опять же нагрузка большая и сахара чуть-чуть не хватает это мускат здесь мускат более насыщенный а теперь хотим поблагодарить за ваш красивый прием за экскурсию вашу красивую за ваш труд кстати ну беларуси действительно мы не видели не таких вот мест даже не знали что есть такое место классное красивое вкусное и уже таки есть люди приятные которые занимаются приемом да и вам в дальнейшем удачи и везения просьба чтобы посаду ваши виноградные плантации что люди к вам приезжали делились опытом вы с нами и с простыми людьми но и все самое доброе пускай вам боженька только помогает юр спасибо большое что ты показал нам такой рай на земле в нашей беларуси то есть виноградный виноградный совершенно верно да то есть это и уральному просто получили удовольствие вам понравилось и с какой любовью ты про все это рассказываешь про все эти каблу как сорта и представляем сколько тут работы и души вложено то есть она прямо это чувство работать надо чтобы поймать такую хорошую вырастить ягоду конечно нужно руку приложить она это чувствуется даже не знали вообще что в беларуси можно вырастить такой виноград может восторге рожане на западе не на юге уже и на севере беларуси выращивают вот такие вот красивые ягоды грозди кто в теплицах по ультравания сортов много в мире сейчас гибридных форм сортов очень много больше на на пяти тысяч ну тут получается благодаря этих адаптировал ну под наш как бы климат да получается что нужно подбирать испытываю все новые формы много форм прошло прозруки что-то удалил что-то прожилось все на каждом участке все по-разному то есть что меня идет у вас может не пойти что у вас идет меня ваш не пойти методом тыка но есть классика которая сорта которая растут везде есть такие старые аркадия поэтому я очень тоже рад девочки видеть вас у себя на участке приезжайте всех вас у вас такой у нас участок сегодня зацвил очень приятно очень приятно попробовали что оценили мою ягодку что вижу по глазам вам понравилось очень рада что вы все как бы отозвались на наше предложение рада всех вас видеть и спасибо большое чтобы реально в нашей команде то есть мы без вас бы во первых и поездку бы не собрались и сезон не тот и не тот не отработали поэтому я очень-очень рада что вы с нами и вот как бы появились моей жизни и вот уже получается второй год вы рядышком со мной поэтому спасибо вам большое не так точно 24 а куда вы смотрите прибор уже можно сделать и на свет глаз и на свет где виноград сам я не понимаю вот сок сок сюда я с ягодки заливаю ясно и благодарю за внимание какая сахаристость ягодки сладкое да